Взвешенный ответ. Владимир Васильев впервые прокомментировал громкие заявления главы соседнего региона о дагестанской истории. Не освоил средства, будешь отвечать. Чиновников будут наказывать за неосвоение бюджетных ассигнований. Чудесное спасение. Дагестанские врачи вернули к жизни коллегу, пережившую клиническую смерть прямо на рабочем месте. Здравствуйте, это Итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. За неосвоенные бюджетные средства чиновника будут наказывать. Глава Дагестана предупредил руководителей органов власти республики о персональной ответственности за несвоевременную реализацию поставленной задачи. Он напомнил, что сегодня принято решение отказаться от практики, когда неосвоенные средства и субъекты изымались. Раньше наказывали население субъекта за бездействие власти. Сейчас ситуация изменилась и те чиновники, которые плохо работают, наказываются в том числе рублем, резюмировал глава Дагестана. На неделе глава республики впервые дал оценку громким заявлениям руководителя соседнего региона о дагестанской истории. Владимир Васильев в ходе встречи с офицерами-пограничниками, выпускниками военных вузов, прибывшими для дальнейшего прохождения службы в Дагестан, прокомментировал заявление по поводу оценки исторической роли имама Шамиля. Отвечая на вопрос молодого офицера о возможности обострения социально-политической обстановки между Дагестаном и Чечнёй после таких заявлений, а также в контексте нашумевшей истории на границе двух братских республик в районе Кизляра, Владимир Васильев подчеркнул, что никакой почвы до дестабилизации нет и призвал не создавать излишней напряженности вокруг этой ситуации. Есть такая часть людей, которые очень эмоционально реагируют. Но это везде есть такие люди. Теперь есть темы, которые исторические, исторические, казалось бы уже, всё стало понятно. И тем не менее, вы, наверное, много читали, пока учились, и ещё будете читать. По каждому историческому событию можно найти разные источники оценки. Ну, это всё надо смотреть спокойно, взвешенно. И если на первых порах, может быть, не всё однозначно понятно и очевидно, ну, я бы высказал такое вот своё личное ощущение. Не надо спешить делать выводы. Всегда находятся люди, которые дают оценку так, как им кажется. Я не буду говорить о тем, кто это делает умышленно, с тем, чтобы столкнуть, разжечь. А иногда даже не для этого. Вы же, наверное, тоже уже обратили внимание. Это и в шутку, и всерьёз. На хороших новостях быстро не прославишься. Поэтому, если выдавать что-то такое жареное, горячее, то на тебя как минимум обратят внимание. Это тоже есть. Каждый раз, когда общество встречается с такого рода вызовом и решает этот вызов, мы набираем опыт. Мы становимся сильнее, мы становимся мудрее. И убеждён, что мудрый тагестанский народ, как не менее мудрый чеченский народ, найдут решение. И в той системе сегодняшней власти общественных отношений. Мы живём в таком сейчас периоде, когда такие вот серьёзные угрозы, которые были на Северном Кавказе, которые были в Чеченской Республике, которые у нас были, они сейчас в прошлом. Мы живём мирной жизнью, мы строим мирную жизнь в интересах наших жителей. Вот здесь и руководство Чеченской Республики, и руководство нашей Республики, как и любой другой входящий в Северный Кавказский округ, оно ориентировано на то, чтобы решать задачи, которые требует президент, в интересах наших рядовых жителей. Это прососедские отношения с тем, кем живёшь рядом, с кем ты живёшь рядом, независимо, какой он национальности. Это очень важно. Каждый, кто верует, тот хорошо понимает, что только мирным путём можно строить отношения. Я когда сюда был направлен, прибыл, то, проходя мимо мечети, которая находится рядом с домом правительства, я увидел надпись. И она у меня сейчас, мои приёмные, но он не бывает, знает. Содержание её очень простое. Аллах наиболее милостив тем, кто делает больше добра людям. Поэтому будем вместе делать добро, и поверьте, все попытки раскачать, развести, рассолить будут обречены. Я вот в глубоком помню что-то. О том, что уже сделано в сфере образования и что ещё предстоит сделать, говорили на ежегодном августовском совещании учителей. Собрание работников педагогических коллективов, представляющих все города и районы Дагестана, по традиции пошло в Доме дружбы. В этом году участие в нём приняла глава республики Владимир Васильев. Подробности у Патимат Ханаповой. Сделано немало, но предстоит ещё больше. О проблемах в системе образования в этом году говорили много. Это ремонт ветхих школ, недостаток учебников, ликвидация трёхсменки, а также отсутствие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Так или иначе, работы для их устранения проведены. В частности, в прошлом году только 58% школ были обеспечены книгами. В этом же, по словам министра образования, эту цифру удалось приблизить к 100%. Закуплено более 2 миллионов экземпляров, в том числе 150 тысяч учебных пособий на национальных языках. Говорили на собрании и о проекте «100 школ». Я получил письмо после 100 школ из Петербурга, подписанное, значит, нашими земляками из Петербурга. Санкт-Петербурга, простите. Они написали, не останавливайте этот проект. Это правильный проект. И что там ценно? Люди приходят, видят, куда идут их деньги, понимаете? Вот это очень важно. И нам нужно это всё вот иметь в виду. А вы, особенно педагоги, вы там, это ваш дом. Нам надо его довести до надлежащего состояния. Пока мы сделали, что могли, но подход такой, мы оттуда не уйдём теперь больше. Мы там все будем последовать, доводить до хорошего состояния. Продолжение следует. Только в этом году будет не 100 школ, а 150. Возможно, и ещё больше. Другой важный проект – сельский учитель. 50 педагогов уедут преподавать в отдалённые аулы Дагестана, где нехватка кадров. На эти цели из бюджета выделено 50 миллионов рублей. Средства уйдут на выплаты работникам по миллиону на каждого. Уважаемые участники совещания, серьёзным подспорьем в повышении качества образования послужит реализация федерального проекта «Современная школа». В 42 муниципалитетах начнут работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Это так называемые точки роста, которые нацелены на повышение качества подготовки школьников по предметам технологии, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Говорили и о заработной плате учителей. Власти обещают, для её увлечения будет сделано всё возможное. Простимулировали педагогов перед учебным годом и званиями народный и заслуженный учитель Дагестана. Их получили 7 человек. Батимат Канапова, Антон Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Жители Дагестана стали чаще брать кредиты, сообщает Национальный банк республики. Аналитики сделали вывод, что по сравнению с прошлым годом объём кредитования увеличился в 1,2 раза. Так, в первом полугодии в регионе взяли в банках суды на сумму, превышающую 21 миллиард рублей. Одна четвёртая часть приходится на ипотеку. За январь-юнь этого года кредит на жильё получили около 2000 человек. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. Первое сентября, не за горами, школы готовятся к приёму учеников после летних каникул. В образовательных учреждениях Кайтакского района близятся к завершению ремонтные работы в рамках проекта «150 школ». К примеру, в Маджолийской межрайонной школе-интернате в 13-ти классных помещениях уже заменены полы, в шести оставшихся помещениях работы полным ходом идут. Осталась замена дверей и частично кровли. Думаю, к началу учебного года мы подготовимся. Уже практически вся работа идёт в завершение. Ну а в Маджолийской школе имени Тимирханова в ходе реализации проекта старые окна были заменены на новые, пластиковые. Также полностью обновлена кровля над школьным спортзалом и актовым залом. Остались косметические работы и осталась внутренняя отделка туалета, тёплых туалетов на обоих корпусах. Основные работы тоже завершены. К началу учебного года вся работа будет завершена. Вопрос о незаконном строительстве по сей день является одним из самых спорных республики. Незаконные строения создают немало проблем с соседним домам и предприятиям. Вопреки запретам в погоне за рублём застройщики возводят здания, где придётся. Одно из коммерческих предприятий Махачкалы на себе испытало, каково это быть соседом незаконной многоэтажки. Луиза Раджабова подробнее. Вижу свободный участок, хочу построить десятиэтажку. Видимо, так мыслит застройщик очередного незаконного строения. Не разглядев всего в трёх метрах здания рыбоперерабатывающего завода «Дагфиш», застройщик нарушил санитарно-защитную норму предприятия аж в 50 метров и начал рыть котлован. Тогда директор Казим Асадулаев решил действовать по закону и обратился в прокуратуру. Однако с 2017 года, пока шли проверки, выросло пять этажей. В этом году Верховный суд, наконец, вынес решение о сносе дома в пользу завода, но привезти его в исполнение пока никто не спешит. Мы отправили официальный запрос в службу судебных приставов и получили ответ, из которого следует сносить. Будем? Ну вот когда? Это ещё вопрос. В рамках исполнительного производства ввиду неявки должника к судебному приставу исполнителю совершены предусмотренные законодательством мероприятия, направленные на его розыск. Назначены исполнительные действия по принудительному исполнению решения суда с использованием привлеченной взыскателем спецтехники. Однако ввиду непредставления взыскателем соответствующей техники в установленное время исполнительные действия не совершались. В настоящее время планируются повторные исполнительные действия. Точное время и дата будут определены позднее. Обычная процессуальная рутина и пока она идет, руководству предприятия остается только ждать. По странному совпадению, после обращения в суд на предприятие с внеплановыми проверками зачастили контролирующие органы. Никаких нарушений они не обнаружили. Тогда, видимо, исчерпав возможности навредить, застройщики дома со стороны объекта залили бетоном канализационный трубопровод. Из-за чего на территории образовался выброс сточных вод. Заводу пришлось прокладывать новую канализацию за свой счет. Не уходит вода еще? Полностью труба забита. Отсюда туда они затолкали полностью. К тому же столь близкое соседство специфического производства, занимающегося засолкой, копчением рыбопродукции, неизбежно приведет к жалобам. На предприятии работают мощные холодильники, шум от которых будет доноситься до жильцов. Но застройщика, видимо, это мало волнует. Однако, если дом будет достроен, жалобы людей поставят под угрозу существование предприятия. Три суда вынесли решение о сносе, то есть районные, верховные, еще апелляционные верховные. Это все решения судов нет, есть. Но мы до сих пор его никак не можем. С прошлого года решения находятся разные причины или повод там откладывается без конца. Чем закончится противостояние застройщика и предприятия покажет время. Одно ясно точно. Есть решение суда, которое рано или поздно должно быть исполнено. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестан прибыл верховный муфтий Индии шейх Абубакар Ахмад. В рамках своего визита он посетил муфтия председателя Совета Алимов Республики шейха Ахмада Афанди. Почетного гостя сопровождал генеральный директор исламского комплекса «Город знаний» доктор Мухаммад Абдул-Карим Аль-Канидий. Шейх Ахмад Афанди поблагодарил делегацию за визит, поинтересовался жизнью мусульман Индии, вопросами образования и религиозной деятельности. После беседы гости в знак благодарности подарили муфтию собственные книги. Далее делегация направилась в муфтия от республики, где для них провели ознакомительную экскурсию и рассказали о деятельности каждого из отделов. Вернулись с того света. В Дагестане врачи республиканской клинической больницы спасли женщину, пережившую клиническую смерть. Медики боролись за жизнь коллеги в течение 45 минут. Все подробности удивительного спасения в сюжете наших коллег. Это спасение практически можно назвать чудом. Сердце больной не билось в течение 45 минут, но ее мозг не пострадал. Такие случаи встречаются, но крайне редко. Даже самые опытные врачи не могут объяснить с научной точки зрения, как такое происходит. Период, в течение которого медики могут здоровым вытащить человека из клинической смерти, не превышает 6 минут. А тут эта цифра в 7 раз больше. Мы не допустили того, чтобы произошла гипоксия головного мозга. То есть женщина должна была выйти из этого состояния без неврологического дефицита. Это было очень важно. Но только на 45-й минуте нам удалось завести сердце. В случае, когда 45 минут, это крайне редко. При клинической смерти останавливается сердце, начинается кислородное голодание, которое приводит к гибели мозговых клеток. А это значит, что человек уже не вернется прежним. Поэтому очень важно искусственно поддерживать процессы. Благодаря профессионализму и грамотной медпомощи этого удалось избежать. Четыре специалиста поочередно и непрерывно делали женщине массаж сердца. Завести его врачи пытались 12 раз. Расскажите, как себя чувствуете уже? Сейчас уже лучше. Намного лучше. Конечно, хотела бы сказать. Нашим замглавврачам, Виталию Георгиевичу, заведующим отделением, а ведь товарищам нашим, всем девочкам, кто здесь работает, заведующим, всем-всем, очень хорошо. Быстро оперативно помогли мне. Привели в чувство. Честно сказать, даже не помню, что было. Очень благодарна. По тематам сотрудник Республиканской клинической больницы. За жизнь коллеги и медики боролись до последнего. Осложняла ситуацию то, что пациентка перенесла операцию на сердце и имела искусственный протез на клапане. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Она находится в отделении общей реанимации. Ее жизни уже ничего серьезного не угрожает. Много чего было сделано. В итоге состояние больной лучше. Все, что возможно, было сделано еще в условиях на рабочем месте. На сегодня состояние пациентки средней степени тяжести. Пациентка активна. Гемодинамика стабильная. Ритм у нее синусовый. В принципе, пациентка готовится к переводу в отделение кардиологии на дальнейшее наблюдение с кардиологами. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Скорая помощь на базе КАМАЗа. Дагестан получил в подарок от одной из частных компаний уникальный автомобиль стоимостью 11 миллионов рублей. Машина способна одновременно транспортировать до 8 пациентов. В фургоне скорой два отсека. Для приема больных и для оказания скорой медицинской помощи. В случае чрезвычайной ситуации машину можно будет использовать как передвижной медицинский пункт. Здесь есть вся необходимая аппаратура для жизнеобеспечения пациентов, кислородные баллоны, дефибрилляторы и многое другое. Автомобиль также оснащен педиокамерами. Имеется собственная система вазоснабжения и резервный источник электропитания. Даже если двигатель не будет работать, автономная скорая может функционировать без перебоя на 16 часов. Дамбу на черкейской ГЭС дадут в эксплуатацию. В правительстве Дагестана сообщают, что это необходимо для дальнейшего орошения прилегающих земель. В ближайшее время будет исследоваться эффективность Тишеклинской дамбы для мелиоративных целей. В течение двух недель специалисты подготовят план эксплуатации водохранилища, а до конца октября весь проект. Напомним, что на черкейской ГЭС в ближайшие годы будет проводиться модернизация. В частности, заменят гидротурбины и гидрогенераторы. При этом на работу станции это никак не повлияет. Ни копейки бюджетных средств. В селении Шаралакского района разработали проект возрождения родного аула. Своими силами местная молодежь и выходцы из села, проживающие в городах, обустраивают социальные объекты, детские площадки, парки и места досуга. Почему шаринцы первым делом построили именно футбольный стадион, узнаем в сюжете Грубана Рагимова. Возрождение своего села шаринцы начали со стадиона. Еще пять лет назад на этой местности был заброшен колхозный сад и свалка. Сегодня такой арене позавидует любой район и даже некоторые города Дагестана. С первых дней стадион успешно выполняет свою миссию и сейчас это основное место скопления молодежи. Строили арену всем селом. Специально для этого открыт фонд, в работе которого обязан участвовать каждый житель. Так шаринцы пытаются повлиять на проблему оттока населения в город. Я бы не сказал, что это было первостепенно важным проектом нашей населения. Но и мы именно почему начали с этого. Потому что наша основная цель была это объединение молодежи. Было очень много критики, было очень много сторонников. Говорили, что сад испортили, моменты всякие. Но вы понимаете, не без этого. Но мы прошли, альхамдуллах, довольно-таки достойно через все эти разговоры. Довольно-таки, скажем так, мирно. И пришли, пожалуйста, сами видите, какой результат. Строительство стадиона, уверены, здесь станет стартовым этапом возрождения села. На очереди обустройство молодежного парка, территории вокруг озера и детских площадок. Уже идет возведение большого зала для торжеств и проведения других общественных мероприятий. Ну, вы сами видите, какое огромное количество молодежи здесь собралось. Какое огромное количество населения. Городские приезжают, социальную роль играет, воспитательную роль играет. Играет роль переселения даже населения. Потому что люди приезжают, хотя бы на этот турнир видят, как прекрасно все. Условия создаются, вода, водопроводы, дома и так далее. И я просто уверен в том, что это все будет способствовать тому, чтобы люди, если пускай даже не на постоянное жительство, хотя бы на месяц, свой отпуск будут проводить у себя дома. Потому что если мы создаем условия для них, то людям уже не надо никуда ехать. Никакую за границу, никуда. У нас все у себя есть. Официальное открытие стадиона проводили еще в прошлом году. Но натуральное покрытие тогда не было готово к играм. Сегодня первыми газон опробовали команды высшей лиги любительского футбола. Это гости из Гуниба и коллектив Сирона в составе с восходящей звездой UFC, забитым Магомед Шариповым. Показательная игра стала своего рода мастер-классом. Зрители увидели голы на любой вкус. И хотя забить свой гол так и не забил, его присутствие придало команде хозяев уверенности. Итог матча 2-1 победа Сироны. Я сам начинал с футбола, с детства играл. Сам слежу за футболом и на выходных, когда бывает в свободное время, играю. Очень приятно, что народ вместе что-то строит, помогает вместе. Если нет никакой другой помощи от государства. И это очень приятно бывает, когда вместе что-то делают, помогают. И даже в городах нет такого условия для игры для детей. Шаринцам пожелаю, что вот эта практика их молодежи, то, что они делают, она тиражировалась во всей республике. Они молодцы сами. Ребята молодые объединяются. Создали фонд для села, условия создают. Те, кто в городе находится, не забывают своих корней, откуда они вышли. И для тех, кто в селе есть, людей условия создают. Поэтому, я думаю, в каждом селе должно быть такое начинание. Не на словах, а на делах, как здесь. Вслед за выставочным матчем организаторы объявили о старте пятого розыгрыша Кубка Лакского района. В спор за трофей вступили 12 команд. После групповой стадии борьбу продолжат по олимпийской системе на вылет. Призовой фонд турнира в этом году увеличился в несколько раз и составил 250 тысяч рублей. Итоги соревнований подведут 22 августа. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Лакский район. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова